Итак, приступим. Всем привет, меня зовут Мина Пил, и сегодня мы будем критиковать канал. Думаю, можно начать со стандартного оформления канала. Посмотрим для начала на шапку, которой нет. Я понимаю, что с телефона трудно поставить шапку, но это возможно. Честно, тоже была такая ситуевина, но эта проблема решилась. Если Фира вдруг наткнется на это видео, то в описании я оставлю видео о том, как поставить шапку. Следующее, это аватарка. К ней у меня нет претензий, достаточно хорошая и привлекает внимание. Превью у нее так же, как и шапки, у нее их нет. Тут такой же совет на ютубе, в гугле да где угодно можно найти информацию. 21 век, господа, информации в изобилии. Ладно, перейдем к контенту. Сначала рассмотрим старые видео и после перейдем к более новым. Самое старое видео было выложено 7 месяцев назад, это было мимиауа. Это твининг, повторенный дважды, для начала нормально. Мимиа это в принципе удобный способ начать канал или показать историю, я поставлю плюсик и пойдем дальше. Кстати, я заметила, что некоторые видео у нее вообще пустые, там ни музыки, ни разговора, просто тупо одна картинка на 5 или меньше минут. Помимо мимиа у нее есть приколы, своего рода спидпейнт и критика. Вот на критике я бы хотела остановиться поподробнее. Начнем с того, что у нее нет и намека на сценарий, поэтому у нее появляются заминки, ненужные паузы и бормотания, которые сложно разобрать. 33 вопроса и ни одного предложения как исправить. Высказывания странные, это скорее обзор тогда. Микрофон, честно говоря, вообще говенный. Я понимаю, что в телефоне нет профессионального оборудования для звукозаписи, но лучше вставляй говорилку, это будет хотя бы более или менее понятно, чем то, что ты мелешь. Лично я плохо могу разобрать, что она вообще говорит. У нее, кстати, бывают такие моменты, что ее не слышно на полной громкости, а потом как заорет. Также отдельно хочу сказать про музыку, которую она записывала с телефона. Это тоже бьет по ушам в более новых видео все получше, но не факт, что она умеет качать музыку. Фух, перейдем к персонажу. Рисовка и анимации. Буду оценивать поочередно. Как я поняла, ее персонажи это покемоны, такие как главный маскот Флорион, старых видела Эспиона, если правильно прочитала, Умбриона, вроде видела еще Варпариона и Желтеон. Также есть еще, по моему мнению, обычные коты. Но к рисовке у меня не так много придирок. Все-таки все мы рисуем по-разному, но все же, даже если у тебя собственный стиль, нужно знать основные элементы анатомии. В твоем случае это анатомия котов, ну и покемонов на крайняк. Также хочется упомянуть о том, что у нее есть своя вселенная, и небольшой сериал, который я посмотрела полностью. На данный момент есть 14 серий. Длительностью примерно может быть от 40 секунд до 2 минут. Может вышло уже 15-е, но сценарий я делала давно и сейчас на том канале, может уже все поменялось. Но сериал даже до среднего не дотягивая. Анимация в сравнении с началом карьеры стала заметно лучше. Она пробует делать липсинг, стало заметно больше движений, правда в некоторых местах анимации не поспевают за музыкой. Прогресс есть и надо его только развивать. Правда есть видео, которые меня реально выбешивают. Например у нее есть видео, которое называется ссылка на су звездочка звездочка ёб звездочка 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 в описании. Там была ссылка на видео, которое удалено и закрытые комментарии. Также еще один человек рассказывал про ее токсичную манеру в разговоре. Я оставлю на нее ссылку или подсказку наверху. Надеюсь я не наведу на нее вселенский гнев со стороны эфиры. Теперь я передаю слово моему коллеге и она выскажет свою точку зрения. Сейчас я этому человеку отношусь нейтрально, потому что я его не знаю, не знаю чего он хочет, не знаю его намерения. И что про него говорят это может быть просто клевета. Мне нравится оформление ее канала, они очень милые. Милые рисунки, милые покемончики, все такая милая. В заключение скажу, что я не желала как-то обидеть Фиру, и вообще не думаю, что она это посмотрит. Я целый вечер угробила на то, чтобы исправить это видео, так что некоторые моменты могут показаться ленивыми. Если вам нравится формат критики, то предложите кого мне еще рассмотреть, в следующий раз будут критиковать Мо, Ирен. Всем удачи и пока челобрюки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok